Здравствуйте! Вы смотрите Народные новости в студии Елены Сергеевы. Коротко о главных темах выпуска. На что потратить деньги депутаты приняли бюджет на ближайший год? Аварийный мост в скором времени будет полностью закрыт путепровод в районе ДСК на 8-й автодороге. 22 площадки на 77 торговых местах. В Саранске открылись елочные базары. Как создается пейзаж на мастер-классе, рассказал член Союза педагогов-художников России Владимир Ванечкин. В ближайшее время Саранск столкнется с вынужденными транспортными неудобствами. 16 декабря для проезда будет полностью закрыт путепровод в районе ДСК на 8-й автодороге. 111-метровую конструкцию ждет капитальный ремонт, откладывать который местная администрация больше не может. В причинах кризисного менеджмента разбирались Данил Паршуков и Андрей Просверкин. Сильный ветер, мелкий дождь, который мгновенно застывает ледяной коркой, погода подгоняет решение экспертов материаловедов о закрытии моста в районе ДСК. Именно капризы, которые показывала природа в последние месяцы, стали причиной быстрой деформации опорных балок путепровода. Коррозия, арматуры, разрушение защитного слоя бетона – все это последствия высокой влажности и перепадов температур. Межремонтный период для таких мостов 25 лет по нормативам. В среднем по России где-то 23 года сейчас. Мосты должны ремонтироваться. Ему 46. Там он послужил верой, правдой, все, что мог он. Комиссию, которая приняла решение о закрытии моста, возглавил Петр Толтаев. Администрация города внимательно следила за путепроводом долгие годы, а его капитальный ремонт планировали начать после чемпионата мира по футболу осенью 2018 года. Однако новые обстоятельства вынуждают городоначальника поменять решение. Опоры шести пролетного моста сместились больше допустимого, а их ролики вышли из проектного положения. А значит в любой момент конструкция может не выдержать и обрушиться с 12-метровой высоты. Планируем, что к июню мы работу завершим. Но работы здесь очень-очень много. Надо практически весь этот путепровод разобрать. Эта пятница стала последним днем, когда водители могли проложить свой маршрут через мост в районе ДСК. На период ремонта путепровод будет полностью закрыт для движения. Теперь владельцам личных авто придется пользоваться объездными путями, а пассажирам общественного транспорта на время забыть о некоторых остановках. Например, Саранскабели и ДСК в обоих случаях в направлении светотехстроя. Сесть в автобус люди смогут на спорткомплексе Мордовии и втором троллейбусном депо соответственно. Движение автобусов и маршрутных такси в администрации уже скорректировали. 13-й троллейбусный маршрут мы заменим просто на 13-й автобусный маршрут. Три ходят у нас здесь маршруты частных. Это 18-й, 16-й и 45-й. Они вместо данной улицы пойдут по Ляберскому шоссе. Проектно-сметная документация для реконструкции путепровода практически готова. Специалистам остается внести последние коррективы с учетом новых обстоятельств. По предварительным данным работы обойдутся округу в 80 миллионов рублей. В администрации города просят жителей и гостей Саранска с пониманием отнестись к неудобствам. И обещают приложить все усилия, чтобы капремонт удалось завершить раньше запланированного срока. Данил Поршуков, Андрей Просвиркин. Народные новости. 15 декабря состоялась 18-я сессия Государственного собрания. Депутаты приняли бюджет Мордовии на будущий год, внесли изменения в Конституцию Республики. Несколько пунктов повестки дня касались приведения республиканских законов в соответствии федеральному законодательству. Подробности сессии расскажут Вячеслав Кузьменко и Евгений Фролкин. В повестке дня сессии было 23 пункта. Начали с изменения Конституции. Поправки привели документ в соответствии с федеральным законом. Из Конституции исключается положение о том, что Государственное собрание утверждает программы социально-экономического развития, поскольку в соответствии с федеральным законодательством в настоящее время утверждается стратегия социально-экономического развития. Стратегия социально-экономического развития будет утверждаться правительством Республики Мордовия. Блок экономических вопросов открыл бюджет текущего года. Из федерального центра в республику поступило 666,5 миллионов рублей. Эти средства пойдут в том числе на зарплату бюджетникам и другие меры социальной поддержки населения. 292 миллиона рублей дотация субъектам Российской Федерации, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территории. 217,8 миллионов рублей дотация по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. 235 миллионов мы получим на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации. И 73,5 миллионов рублей нам поступит из резервного фонда президента Российской Федерации на капитальный ремонт для организации образования и культуры. Особое внимание депутатского корпуса привлек вопрос о бюджете Мордовии будущего года. Работу над ним начали задолго до сессии. Провели независимую экспертизу, публичное слушание. В бюджете выделены средства для снижения долговой нагрузки, выполнение обязательств перед гражданами, финансирование мероприятий по проведению чемпионата мира по футболу и другие цели. Доходная часть республиканского бюджета в 2018 году определена в сумме 32,9 миллиардов рублей. Расходы республиканского бюджета запланированы в сумме 35,3 миллиарда рублей. Дефицит составит 2,4 миллиарда рублей. В ходе обсуждения депутаты задавали вопросы разработчикам бюджета. Они интересовались, какие меры предпринимаются по снижению государственного долга, хватит ли средств для достойного проведения чемпионата мира по футболу. А депутат Николай Амбаев спросил, какие средства в бюджете заложены на поддержку развития агропромышленного комплекса. Ему ответил глава Мордовии. Мы направляем сверхобязательства, которые должны, это должен каждый из нас, сверхобязательства нашего бюджета, и вот учителя, в России, работе, направляем на развитие сельского хозяйства 300 миллионов рублей. Перед голосованием по бюджету выступили председатель головного комитета госсобрания и руководитель счетной палаты. Они прокомментировали основные параметры республиканской казны, акцентируя внимание депутатов на его социальной направленности. Во обсуждение также приняли участие депутаты Владимир Грибанов, Валентина Зайцева, Григорий Самолькин. Они подчеркивали, что исполнение бюджета будет напряженным. Сказывается долговая нагрузка прошлых заимствований. В этой связи отмечалось, что бездефицитным бюджет Мордовии будет в 2019 году. Слово предоставили главе Мордовии. Он также остановился на проблеме госдолга. По его словам, мы научились работать, но не научились рационально расходовать. Безусловно, долг Мордовия отдавать будет. Но это никак не должно отразиться на доходах жителей республики. То, что зарплата должна расти в два раза больше инфляции, и эту политику мы с вами сохраняем, принимая бюджет. Депутаты приняли бюджет Мордовии практически единогласно. Своё решение они встретили аплодисментами. Также на сессии был принят бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, внесены поправки в законы о государственной поддержке инвестиционной деятельности, об управлении и распоряжении государственной собственностью, о регулировании лесных отношений. Целый блок законопроектов касался приведения в соответствии законов Мордовии к федеральному законодательству. Вячеслав Кузьменко, Евгений Фролкин. Народные новости. Депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрели законопроект о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года. Документ вводит дополнительную возможность использования средств материнского капитала. С 2018 года им можно будет оплачивать услуги дошкольного образования, не дожидаясь трехлетия ребенка. Также в первом чтении Госдума рассмотрела президентский законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты семьям за рождение или усыновление первого ребенка. В соответствии с документом, размер ежемесячной выплаты предлагается приравнять к размеру прожиточного минимума для детей, установленному в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Право на получение будут иметь граждане, постоянно проживающие на территории России. Ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением второго ребенка будет осуществляться за счет средств материнского капитала, а ответственным за эту выплату станет пенсионный фонд. Выплата будет назначаться по желанию родителей и при условии, что средний доход на члена семьи не превышает прожиточный минимум трудоспособного населения больше, чем в полтора раза. И еще один важный момент. Право на выплату из средств материнского капитала будут иметь только те семьи, в которых второй ребенок появился на свет или был усыновлен после 1 января 2018 года. Ежемесячная выплата будет назначаться на один год, после чего семья должна будет подать новые заявления о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет. В пресс-центре республики провели семинар для представителей средств массовой информации о проведении предстоящих выборов президента в 2018 году. О вопросах соблюдения требований закона в период агитации, а также во время голосования рассказали представителям Центральной избирательной комиссии Мордовия. Подробности далее. Центральная избирательная комиссия начала активную подготовку к выборам президента, которые пройдут 18 марта 2018 года. Так, с 5 декабря Центр избирком проводит обучающие семинары в столице и районах республики как для представителей средств массовой информации, так и для состава участковой и территориальной избирательной комиссии. В ходе семинара они напомнили также об общих правилах проведения выборов, а также предвыборной агитации. И напомнили, участие СМИ в выборах президента 2018 возможно только после получения аккредитации, которую можно будет оформить в предстоящем году. Также речь зашла и о нововведениях в период избрания. Помимо наблюдателей, которые могут назначить кандидаты, политические партии, которые выдвинут своих кандидатов, теперь в праве выдвигать своих наблюдателей общественное объединение. Выдвигать, в отличие от главы, выборов главы республики Мордовия, можно будет не двух наблюдателей, а несколько. Но в помещении для голосования в праве будет находиться только один. Еще одним новшеством, как подчеркнули представители ЦИК, будет наличие камер видеонаблюдения в участковых и территориальных избирательных комиссиях. Также представители ведомства напомнили еще раз о том, что граждане, которые не смогут голосовать по месту жительства, могут подать заявление не позднее, чем за пять дней до дня голосования в территориальный избирком МФЦ, а также единый портал госуслуги. Теперь на выборах президента Российской Федерации с таким заявлением можно будет прийти на тот избирательный участок, который указан в этом специальном заявлении. То есть фактически каждая участковая комиссия нашей республики будет принимать таких избирателей с таким заявлением специальным. В свою очередь представители Центра избиркома еще раз подчеркнули, что будут прикладывать все усилия для того, чтобы выборы президента 2018 прошли максимально честно и открыто. Кристина Мурценюк, Евгений Фролкин. Народные новости. В Верховном суде Мордовии завершается работа по подготовке судей районных судов к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей. Очередное семинарское занятие прошло 15 декабря. Такие встречи в Верховном суде Мордовии организуются каждый месяц. Участие принимают судьи, которые специализируются на рассмотрении уголовных дел по особо тяжким преступлениям. Судьи на примерах рассматривают особенности судебных процессов с участием присяжных заседателей. Это своего рода постановка, в которой соблюдены все правила подобных процессов. За основу участники берут реальное уголовное дело и на его примере проводят учебные судебные заседания. Прежде всего на нем собираются районные судьи. Это обусловлено тем, что ранее уголовные дела, за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, и которые по желанию обвиняемого могут быть рассмотрены коллегией присяжных, были только в Верховном суде. В этом году начал действовать новый порядок работы судов присяжных, а в 2018-м рассматривать уголовные дела с участием присяжных заседателей смогут и районные суды. Коллегия присяжных в них будет состоять из шести человек. В ходе деловой игры участники сымитировали судебное заседание по уголовному делу по обвинению в совершении убийства в составе организованной группы. В этот раз, после окончания судебного следствия, суд перешел к заслушиванию прения сторон. Слово было предоставлено судье, выступающей в роли государственного обвинителя. Затем было заслушано мнение защиты. Председательствующий по делу Ильдар Сюбаев напомнил участникам процесса особенности проведения прений при рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей. После, как и полагается в реальном процессе, коллегия удалилась в совещательную комнату для вынесения вердикта. Елена Решетникова, Станислав Семин, Народные новости. Национальная безопасность стала главной темой Всероссийской конференции, которая прошла в Саранске. Ее участниками стали представители научного сообщества, правительство Мордовии и студенты многочисленных вузов республики и ее ближайших соседей. На мероприятие побывали Данил Пуршуков и Андрей Просвиркин. Заявленная тема конференции одинаково актуальна как для республики в частности, так и для страны в целом. Национальная безопасность современной России, взаимодействие гражданского общества и власти – две составляющие одного большого межнационального вопроса, обсудить который в этот раз решили с научной точки зрения. В большей степени мы затрагиваем вопросы, связанные с распространением массовой культуры, с противодействием терроризму, экстремизму. Ну и другой целый спектр вопросов, которые определяются стратегией национальной безопасности. Конференция продолжалась весь день. Все началось с пленарного заседания с докладами ведущих экспертов в вопросах национальных взаимоотношений. После нескольких часов обсуждения разбились на несколько площадок. На первой говорили о социально-правовых основах нацбезопасности в России, на второй – о методах и средствах противодействия радикальным проявлениям. Третья секция рассматривала национальный вопрос через призму культуры, которая во многом объединяет народы России. Сегодня говорим, что республика, она находится в достаточно очень высоких рейтингах по межнациональному соотношению, то есть общению людей. Это очень радует. И есть опыт. Я часто об этом говорю, есть опыт. Многие десятилетия, то есть мы нарабатывали республика, руководство республики нарабатывало опыт. На итоговом заседании, которое подвело черту Всероссийской конференции, ее участники обсудили план работы на ближайшие годы. Главная задача – обеспечить национальную безопасность в России и постоянно следить за ситуацией в стране, чтобы своевременно исключать возможные конфликты. Данил Паршуков, Андрей Просвиркин. Народные новости. В Саранске прошла операция «Нетрезвый водитель». Сотрудники ДПС проверяли поток машин по методу Бахуса. Это значит, что под пристальным вниманием правоохранителей оказалось 100% автомобилей, движущихся в потоке. Подробности далее. При проведении операции была применена практика сплошных проверок. Перекрыли половину проезжей части и почти все транспортные средства, за исключением общественного и спецтранспорта, скорой помощи и полицейских машин направлялись в единый коридор, огороженный фишками. Если кто-то из водителей вызывал подозрение, его проверяли на алкоголь. Подобная схема давно работает в некоторых европейских странах. Несколько лет назад ее начали применять и в отдельных регионах России. Инспекторы работают методом Бахуса, когда проверке подлежит 100% транспортных средств, которые движутся на данном участке автодороги. Основная цель мероприятия – это исключить из процесса движения водителей, которые управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии. Мероприятие проводилось в нескольких точках города. В рейде участвовало больше 20 сотрудников ГИБДД. На место выезжали 6 патрульных машин. За время операции были остановлены и проверены десятки автотранспортных средств. Подобные рейды проводятся в республике регулярно. Это позволяет выявить 100% нарушений, а также избежать дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. Анастасия Целигина, Сергей Соколов. Народные новости. Какие проблемы волнуют поколение граждан, которые видели войну? Какая помощь им нужна и оказывается ли в настоящее время? Об этом шла речь на отчетно-выборном собрании Мордовского движения «Дети войны». Итоги работы за последние три года в материале Марины Солониной и Сергея Соколова. На груди Веры Ивановны Грязновой множество медалей. В 1941 году ей было всего 10 лет. Достаточно, чтобы выйти на работу, прочувствовать и запомнить на всю жизнь горести и трудности, которые принесла война. Чтобы сохранить историю, чтобы память о войнах Великой Отечественной войны жила, для молодого поколения Розаевского района Вера Ивановна проводит патриотические встречи. Мы проводим большую работу. Я как ветеран войны, где-то присутствую, выступаю, медали вручаю. Делюсь впечатлением, что мы пережили и голод, и нужда, и слезы, потому что шли одни похоронки. Всю войну работали. Уроки патриотизма в школе – только часть работы, которую проводят движения «Дети войны». В помощи нуждаются ветераны, труженики тыла, поколения, которые принесли великую победу нашей стране. Необходима материальная поддержка малообеспеченным пожилым людям, помощь в лечении. Вышел указ главы Республики Мордовия Владимира Дмитриевича Волкова о материальной поддержке населения, которое получает маленькую пенсию, и малообеспеченной, так они даже называются. Это по нашей инициативе мы усредили медаль «Дети войны». Спрос на эту медаль большой. Почему? Потому что эта медаль – символ нашего детства. И, естественно, мы принимаем активную часть в политической жизни. В заседании рассмотрены важные вопросы. Избраны новые председатель и члены Совета. Поставлены цели к будущей 75-летней годовщине Великой Победы. Активисты движения получили награды. Гордость за свою страну, за свою родину, за свое руководство, за все инстанции вышестоящие, которые помнят о своих ветеранах. Коллективные медали «Дети войны» вручили филиалам Рузаевского и Чалковского районов и Пролетарского района городского округа Саранск. Личных медалей удостоены четыре активиста республиканского движения. Марина Солонина, Сергей Соколов. Народные новости. Аромат хвои в доме на новогодние праздники – это, наверное, основной фактор, благодаря которому многие отдают предпочтение выбору живой ели. В Саранске свою работу начали елочные базары. Выбрать главный атрибут Нового года жители региона смогут на любой вкус и кошелек. Сколько точек продаж откроется и изменились ли цены в сравнении с прошлым годом, узнавали мои коллеги. Живая или искусственная, большая или маленькая – таким вопросом задается каждый в преддверии праздника. Искусственную. Надо беречь леса. Только поэтому? Ну, конечно. Пускай в лесу растут зелененькие. Натуральную, но сосну ставлю. Потому что запах приятный, все равно ощущение таком Нового года, как говорится, пахнет елкой. По традиции, старые традиции, они всегда должны быть соблюдаться. И аромат в квартире. В столице Мордовии определено 22 площадки на 77 торговых местах. Ориентир для покупателей новогодних деревьев, территорий возле рынков и супермаркетов. Самые большие точки продаж будут располагаться на летней веранде центрального рынка, на прилегающих территориях торговых комплексов Заречный, Юго-Западный, Ринг, Данка, а также возле крупных торговых центров. Также елочные базары будут работать в поселках ТЭЦ-2, Луховка, Елга и Николаевка. При выборе новогоднего атрибута следует придерживаться нескольких правил. Надо обратить внимание на ее цвет, чтобы она не была ярко-желтой, чтобы стебель был ровной и она симметрична была со всех сторон. То есть, вот смотрите, как Даня, она пушистая везде. На данный момент на улице минут 2 градуса, ночью шел дождь, на них попала вода, и они прилежались, замерзли. Но после того, как вы ее принесете домой, она раскроется и будет пушистая. Серьезную конкуренцию с живым елем составят искусственные аналоги. Плюсов у него много. Одного дерева хватит на долгие годы, да и проблем с доставкой и установкой меньше. Но искусственное не наполнит ваш дом запахом хвои. И цены на живую ель гораздо ниже, чем на искусственную. Дефицит живых символов праздника столицы Мордовии не грозит. Отдельные предприимчивые граждане Саранска накануне Нового года предпочитают идти за елками не на рынок, а приобретают новогодний атрибут бесплатно в черте города, как это было в начале недели. На набережной Саранки были срублены две ели. Мэр Саранска Петр Тултаев обратил внимание правоохранительных органов на то, что нужно патрулировать те места, где произрастают хвойные деревья. Штраф за незаконную вырубку пушистой красавицы немаленький. Анастасия Целегина, Валерия Никитина, Сергей Соколов. Народные новости. Как создается пейзаж? Под таким названием прошел очередной мастер-класс члена Союза педагогов-художников России Владимира Ванечкина. В Музее Мордовской культуры собрались те, кто хотел приобщиться к миру искусства и попробовать себя в роли художника. К уроку присоединилась и наша съемочная группа. Мастер-класс по созданию пейзажа стал интерактивной частью персональной выставки Владимира Ванечкина под названием «Мой путь», которая открылась в начале декабря. И это уже не первый урок живописца. На этот раз писать картину вместе с художником собрались ученики школы номер 39 и их родители. Обязательные условия при себе каждый должен иметь – краски, кисти, бумагу и, конечно же, большое желание рисовать. Сама атмосфера, в принципе, диктует то, что хочется провести, показать небольшой кусочек кухни. Это и как создаются произведения вообще, и как с чего начинается. И для детей, для взрослых я вот хочу вот просто небольшой как бы дать мастер-класс. Прежде всего нужно желание иметь, большое желание, вот. Ну и, конечно, материалы. Я малым количеством красок попробую сегодня вот показать, как создаются там этюды. Стаж педагогической работы Владимира Ванечкина более 20 лет. В большей части своей творческой карьеры художник занимался русской пленарной живописью, рисовал красоты мордовской природы. Поэтому художник мастерски открывает секреты создания пейзажа. Самое основное – это когда человек приходит на природу и смотрит, начинает он с выбора места. Вот с чего нужно начинать. Я, например, очень долго место ищу себе, в принципе. Я очень долго хожу, смотрю, там, там, там хожу. И вот что-то человек должен трогать. И вот какой-то мотив начинает трогать тебя. На мастер-классе дети и их родители учатся не только создавать пейзажные этюды, но и в целом постигают основные азы рисования. Как правильно подобрать кисть, смешивать цвета и как проникнуться в прекрасный мир искусства. На мастер-классе они об этом узнали сполна. С кем-то занимается рисованием в кружке рисования. Она узнала про мастер-класс, просилась. Я пришла вроде как с ней, вошла во вкус. Картина очень хорошо получилась, передает все. Так смотришь, как сам видишь, что это действительно перед тобой стоит эта картина. Вот. Я так не умею, не могу рисовать. Подобные занятия по живописи сейчас очень популярны и проводятся довольно часто. Художники обещают за полтора часа показать все хитрости художественного искусства. Владимир Ванечкин же не скрывает, сделать это за столь короткий срок в принципе невозможно. Однако почувствовать себя настоящим художником и создать пусть не идеальную, но свою картину на мастер-классе сегодня смог абсолютно каждый. Ирина Герасимова, Александр Гурьянов, Народные новости. В иранском Исфахане начался клубный чемпионат мира по греко-римской борьбе. В соревнованиях принимает участие 13 команд. Россию представят сборной Москвы. Однако в нее были приглашены борцы из нашей республики. Нашу команду возглавляет олимпийский чемпион Алексей Мишин. Весовая категория до 87 килограммов. Также за нее выступят еще три представителя Мордовской школы борьбы. Сергей Емелин, Павел Салеев и Денис Муртазин. Главным соперником российской команды будет иранский Бимех Рази. В состав этого клуба в качестве усиления были включены борцы из Мордовии Артем Сурков и двукратный олимпийский чемпион Роман Власов. Соревнования в Иране будут проводиться по новым правилам с постановкой в портер. 13 команд распределены на 4 группы. Победители групп встретятся в полуфинальных матчевых встречах. 17 декабря в 18.00 в эфире Народного телевидения Мордовия будет показана информационно-аналитическая программа «Обзор 13». Ее основные темы. Представители масс-медиа со всей страны приехали в Москву, чтобы задать свой вопрос Путину. Какие темы поднимали в этом году и что и сказанного касалось Мордовии. Готовимся к президентским выборам. Центральная избирательная комиссия и общественная палата подписали соглашение. На что потратить деньги депутаты приняли республиканский бюджет на ближайший год и определили, какие сферы требуют наибольшего финансирования. Чем будем удивлять туристов, съемочная группа НТМ выясняла, какие сувениры готовят мордовские мастера для чемпионата мира по футболу. Если хотите быть в курсе основных событий недели, не пропустите обзор 13. На этом пока все. Впереди еще прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. В студии была Елена Сергеева. До встречи и хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова